Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения и удачных боев! Сегодня у нас наконец-то вышло обновление 10.0 и у нас добавилась новая ветка чехословацких тяжей. 5 новых машин, обязательно сделаю обзоры на все машины. Сегодня у нас Skoda PGS, мы тестируем эту машину, катаем ее в боях, обязательно разберем ТТХ и потестируем броню. В общем, поехали! Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Будет еще много интересного, стараюсь максимально полезные и интересные видосики делать для вас, ребят. Skoda PGS очень достойный представитель тяжелых танков на шестом уровне. Увесистые цифры брони часто будут отбивать снаряды, а альфа в 200 единиц больно обижает врагов. Да и подвижность, как для тяжа, очень даже неплохая. Но есть и минусы. Орудие не очень комфортное, долговатое сведение, слабая точность. Да и пушка гнется вниз слабовато. Давайте попробуем поиграть. Здесь, видите, уже забрали на фланге одного дядьку вместе со своими союзниками. Там у нас все с той стороны в основном. Придется как-то обороняться, скорее всего. Жду своих союзников, не лезу сюда на рожон. Можно, в принципе, потанковать, потому что у танка действительно очень хорошо забронирована башня. Но всегда надо мансить из стороны в сторону для того, чтобы не выцелили командирскую башенку. Так, Т-37. Смотрите, какая вертуха у меня вылетела по нему. Отлично вообще. Ну, видите, с вертух он стреляет неплохо, но на самом деле довольно-таки редко. Честно говоря, не очень хорошо стреляет танк без сведения. Это надо понимать. Старайтесь сюда сводиться до конца. Так, мы уже давим направление. Надо ехать, наверное, на Волверина. Дядька уже настреливает нашему пиратику. Так, видите, как 200 альфы. Отлично, вылетает альфа. Танкануть мы все-таки можем, если даже учесть, что это ПТшка, хоть и пятого уровня. Пробития у нее хватает. Так, пытаюсь еще танковать. Приехала еще Шкода. Так, ну здесь уже надо добирать обязательно Волверина. Но видите, как все-таки танкануть можно, но не всегда, далеко не всегда танкует этот танк. Все, вступаем в перестрелку, так сказать, со Шкодой. Видите, танканули бортом. Танк бортами вытанковывает очень даже неплохо урон. Я вам потом покажу еще в тренировочной комнате, когда броню, вы поймете, почему именно танк танкует бортами. Там реально очень много брони для шестерки. Так, отлично. Все, стараемся постреливать. Ай, не толкай меня, друг. Ай, не танканул. Видите, как благодаря своему союзнику отлично пытался танкунуть бортом, но спасибо ему, и мы не танканули. Так, остались 2 на 2. Вот сейчас уже будет сложно. Шкода ПДЖС у нас, видите, какой забронированный, но в командирскую башенку выцелить реально можно. Так, отлично. Еще объект 244. Тоже командирская башенка, только потому что по-другому, скорее всего, никак. Так, стараемся постреливать. Стараюсь сильно не подставляться. Ну, видите, как голдой пробить даже сложно 244-го, хоть и, кстати, на пробитие на голде неплохое реально. Так, выцеливаем командирскую башенку. Фух, так. Все, почти разобрали Шкода. Остался буквально один выстрел. Так, ну что, доберем. Один ХП, один ХП остался. Блин, вот сейчас вот было максимально обидно. Так, держим позицию. Сейчас реально держим позиции. Стараюсь мансить как бы туда-сюда, чтобы нас не выцеливали так в командирскую башенку. Видите, ну, как бы развел врага на выстрел, но и сам не попал. Так, надо как-то перегруппироваться, потому что здесь не очень удачные позиции. 244-й там, ну, хорошенечко так заехал. Его трудно будет оттуда выковырять. Я так понимаю, Шкода сейчас поехала куда-то в объезд. Надо ее как-то немножечко, наверное, удивить. Попытаться, подловить как-то, потому что у него один ХП. Я думаю, что мы с ней справимся. О, а вот и она. Заряжаю голду. Фух, сразу же с вертухи даю. Чисто голдой. Так, ага, вот у нас 244-й. Он решил нас объехать. Ну, надо быстро вкатывать на него, потому что Шкода сейчас сможет и не выжить против него. Они оба на адреналине. Надо ехать. Ну, видите, благодаря хорошей, в принципе, неплохой такой подвижности мы можем реально перемещаться. Очень даже уверенно. Я уже несусь максимально помогать своему союзнику. Живи, просто живи, Шкода. Все, надо добирать. Фух. Так, заряжаем адреналин. Ну, танкует. Танкует 244-й, но не в борт. Фух. Очень хороший бой получился, по-моему. Благодаря своему союзнику, видите, как мы все-таки забрали 244-го. Давайте посмотрим, что настреляли. По-моему, бой получился великолепный. 3,5, почти 1000 дамага. Реально очень круто, ребят. Ну, я считаю, что танк очень достойный. Если вы так не считаете, напишите в комментариях, конечно же. Но, как видите, танк может настреливать реально неплохие цифры урона. И это реально очень достойно, как по мне. Давайте еще бояк. Что мне еще нравится в Шкоде, так это действительно наличие лобовой брони. Смотрите, какой красноватый. На самом деле пробиваются в основном только нижние бронелисты, некоторые уязвимые зоны. Так что, в целом, танкануть танк действительно может. Так, мы уже танканули даже одну плюшечку. Давайте теперь попробуем пострелять. Видите, еще раз танканули. Особенно бортом. Кстати, танк танкует довольно-таки хорошо. Так, здравствуйте. Я не думал, наверное, что мы его здесь прострелим. Стал не очень удачно. Кстати, новая карта Лагуна, если вы еще не видели. Здесь я уже, как бы, немножечко постреливал. Я уже делал обзор на эту карту. Ну, как бы, не столько обзор, сколько облет, так сказать, карты. Чтобы можно было посмотреть, где здесь какие интересные зоны. Но это у нас, как бы, направление тяжей. Мы здесь, как бы, сражаемся в этом, так сказать, храме. Так, ребята у нас уже сзади заезжают. Надо как-то рашить немножечко вперед. Быстренько едем. Нам уже сзади накидывают. Реально надо рашить, так сказать, вот этих два тяжа. Так, пытаюсь еще объехать. Танканул, видели, гусеницами. Но и он, кстати, тоже гусеницами танканул. То есть, в принципе, борта забронированы действительно неплохо на шестом уровне. Это реально надо понимать. Смотрите, опять бортом танканул. То есть, в целом, реально, я вам скажу, что я уже покатался на семерке и на восьмерке. И у них борта хуже, чем у вот этой шестерочки, да, у Skoda PGS. Так что, это тоже важный такой момент. Так, нам уже сзади накинули. Надо забирать вот этого дядьку. Срочно просто собирать. Эх, альфа не вылетела. Ну, ничего страшного. Добираем потихонечку. СТРВ там нас кошмарит немножечко, да. Надо на него ехать. У нас сбоку тоже куча врагов. Надо быстро добирать. Но, видите, кстати, что мне еще не нравится, что, когда стреляют вам в нижний бронелист, сейчас тенька критует еще и двигатель. Двигатель критуется прямо в лоб. И это реально такая немножечко проблемка. Так, все, добирать СТРВ. Ай, рикошет. Вот это сейчас обидно было. Танкуем, танкуем. Фух, отлично. Еще танканули. Кстати, голдовый даже снаряд танканули. Как-то неудачно залетело. МТ-25 на нас влетает. Так, тоже танкуем быстренько. Ай, не танкуем, танкуем, не танкуем. Реально очень танканули хорошо. И реально нас спасла наша броня. Опять же. Фух, как-то немножечко понервничал я здесь. Думал, сейчас на меня заберет МТ. Но нет, как видите, не забрал. Так, остались мы с СТРВ вдвоем. Я практически шотный. Если у него вылетит максималка, то будет мне не очень хорошо. Так, ну попытаюсь его сейчас как-то обойти, наверное, что ли. А, дядька решил походу свалить от меня. Так, нет, нельзя вылазить. Потому что если реально вылетит максималка, мы отлетим просто в ангар. И будет очень обидно за то, что мы не дотащили. Походу придется за ним гоняться. Сваливает от меня постоянно негодяя. Ну ничего, я тебя догоню, я думаю. Сейчас попытаюсь поехать ему на перерез. Может он здесь будет проезжать. Не думаю, что он здесь меня увидит. А, здравствуйте. А-ха-ха, мы еще танканули и вишенкой на торте становится фраг по СТРВ. Вот такой вот у нас Шкода ПДЖС. Ну реально, танк действительно может танковать. Это его просто фишка. Просто посмотрите, сколько мы наблокировали. 1700 урона, 2000 дамага, стальная стена, воин. Короче, полный фарш. Поехали еще, боечек. Благодаря своей неплохой подвижности, в принципе, танк иногда занимает быстро какие-то позиции, которые не будут доступны в начале боя для других тяжей. И это реально прикольно. На самом деле, видите, можно быстро удивить врага. В начале боя откатиться, как бы, благодаря своей неплохой подвижности. Но и всегда старайтесь как-то сближаться с врагом, потому что у танка плоховатая точность. И, как бы, сведение долгое. Поэтому, чтобы недолго сводиться и более-менее точно стрелять, старайтесь как-то стрелять с ближних дистанций. Видели, какой красный? Реально, если поставить танк ромбом, то можно реально очень даже неплохо танковать. Смотрите, просто краснючий, да? Только в нижний бронелист уверенно пробивается. Я вот пытаюсь как-то танковать именно ромбиком, видите, обратным. Вот именно бортом вытанковывать урон. И этот танк реально может делать, потому что у него очень даже неплохо забронированы борта. Но, видите, без сведения танк стреляет плоховато. Только что танк выстрелил просто в молоко. Честно говоря, не попав в Шкоду, ну, реально с более-менее близкой дистанции. Так, надо добирать вот этих ребят. Заезжать уже в наглую, так скажем. Не успел добрать Шкоду. Так, хорошо. Много Шкоду у нас развелось, да? Пробиваем потихонечку. Окружаем, так сказать, тоже Шкоду ПДЖС. Ну, 200 альфы реально очень приятное. Ну, приятно так бжухать. Действительно такая именно хорошая альфа. Ну, видите, только в нижний бронелист уверенно пробивается танк. Может реально танковать. Если ромбом поставить, то действительно много брони. Так, Басота. Здравствуйте. Семки есть. А если найду? Так, отлично. Все, постреливаем. Ну, видите, все-таки ПТ-шка нас пробивает достаточно уверенно. И это как бы не очень хорошо на самом деле. Все, отлетел в ангар. О, смотрите, какая физика воды новая. Видите, как танк толкает воду, да? Прикольно. Ну, я не знаю, видно вам или нет, но физика воды работает новая. Это реально прикольная фишка. Смотрите, как толкает воду. Прикольно, да? Ну, я всегда люблю всякие нововведения, особенно в плане графики и физики. Это реально очень прикольно. Так, ну, осталось добить только МТ-25. Надеюсь, Альфа вылетит. И Альфа вылетает. И вишенкой на торте становится еще МТ-25. Отлично. Вот такой вот у нас Шкода. Прикольный танк. Действительно, мне очень понравился. Я, серьезно, иногда бываю в восторге от этого танка. Он действительно очень достойный. Очень хорош. Советую к прокачке. Я даже, ну, реально советую оставить вам его в ангаре. Ну, а теперь поехали разбираться со всякими нюансами танка. Стоит отметить, что модель у танка действительно довольно-таки красивая. Танк такой потертый. Действительно, выглядит как настоящий. Много мелких деталей. Но разработчики не учли один нюанс. Все это, конечно, они наложили на модель. Но когда вы пытаетесь надеть на него камуфляж, смотрится это довольно-таки убого. Вся эта грязь и ржавчина перекрывает вам практически любой камуфляж. И, честно говоря, я бы на месте разработчиков сделал бы наверняка как-то по-другому. Как вы считаете, идут ли камуфляжи этому танку? Напишите в комментариях. Давайте еще потестируем броню Шкоды. Смотрите, действительно очень красный. Но это в прицеле только танков пятого уровня. Башня практически не пробивается. Только командирская башенка пробивается. И то только в центральную часть. И все равно выглядит красный. Вообще, танк не пробивается даже вот в эти серые зоны. Честно говоря, здесь все равно достаточно много брони. Пробивается, уверенно, только нижний бронелист. Если же танк находится в прицеле шестых уровней, то ситуация уже немножечко меняется. Все равно много красных зон. Но командирская башенка уже довольно-таки серая. Пробить ее реально уже гораздо легче. Но все равно у танка реально хватает брони. Пробивается, уверенно, только нижний бронелист. Вот эти вот пулеметные гнезда все равно достаточно сложно пробить. Даже танком шестого уровня. Брони действительно хватает. Если же зарядить голду, то, в принципе, здесь уже открываются ВЛД. Огромные уязвимые зоны и даже можно пробить в башню. Но все равно еще надо выцелить. Но на самом деле в прицеле танков седьмого уровня танк будет выглядеть именно так. И на самом деле пробить его все равно довольно-таки сложно. То есть семерки даже не всегда будут его пробивать. Если же танк довернет к вам ромбом, то, в принципе, смотрите, сколько брони в бортах. Борта реально вытанковывают очень даже неплохо урон. Но когда вы доворачиваете бортом, открывается вот эта вот уязвимая зона. Так что приходится сюда мансить туда-сюда, чтобы вам ее не выцелили. Но все равно, смотрите, сколько брони. Реально. Даже можно доворачивать еще больше, и вас все равно шестерки не будут пробивать. Так что бортом вытанковывать урон максимально приятно. Всегда старайтесь держаться к врагу именно вот в такой позиции. Также хотел вам показать, что в снаряжение и амуниции ничего интересного и нового, к сожалению, не добавили. Все максимально стандартно, и по оборудованию тоже, как для тяжа, все максимально стандартно. Ничего нового здесь нет, как, допустим, каких-нибудь японцев. Так что можете просто посмотреть, как у меня стоит оборудование, и поставить точно так же. Если быстро пробежаться по ТТХ, то можно заметить, что у танка вполне себе стандартный урон в минуту. Немножечко слабоватое пробитие на базовых снарядах, но неплохое на голде. Альфа в 200 единиц, плоховатое сведение и не очень точный разброс. У ВНы минус 7, это значит, что пушка гнется вниз не всегда хорошо. Хорошо, приходится выискивать какие-то нестандартные позиции. Отличная максимальная скорость вперед. В принципе, теговооруженность на достаточно неплохом уровне. Танк более-менее неплохо вертится на месте. И неплохие проходимости по грунтам. Вот такой вот у нас обзорчик, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Действительно, Шкода очень достойный танк. Мне действительно очень зашел. Я считаю, что такой танк даже стоит оставить, наверное, в ангаре. Ну а с вами был Ешаня. Великолепного вам, отличнейшего, супер настроения, удачных боев. Ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok